За исключением консистенции, да, и 100 блонд крем мягко щадящего действия на структуру. Блонд Клэшис, коррекция цвета, да, с помощью естественной медленности. Экстра Кул Блонд, осветление плюс цвет, коррекция цвета, да. Блондор Фрилайс, только частичное окрашивание свободной техники светлее. Мама Бай Блондор, преимущество, осветляет и тонирует как натуральные, как окрашенные волосы, даже если они были окрашены в черных цветах. С глубины 2.0 вы можете создавать цветные оттенки. Все оттенки смешиваются друг с другом. Пожалуйста, можете творить без ограничений. Естественно, палитра есть как натуральная, так и ультрамонная. Блин, бежевая или мальчилла, например. Для магма у нас идет специальный стабилизатор магма, который как нейтрализует работу персерфатов, так и сразу же запечатывает цвет волоса. То есть, одновременно. Если вы работаете магмой, стабилизировать магму и нейтрализовать ее, то возможно только с помощью стабилизатора магмы. Естественно, да. Можно представить? Да. Натуральных волос или ранее окрашенных волос до 6 ступеней плюс тонирование. С помощью каких-то предложенных продуктов вы... Магма. Совершенно точно. Это понятно? Осветление натуральных волос до 3 ступеней с помощью каких продуктов? Меч. До 3. До 3. До 3. Всех перманентных совершенно точно. Можно и так отвечать, чтобы вы... Осветление натуральных волос или ранее окрашенных волос до 7 ступеней. Какие продукты? Мальтиблон. Блон, блон. Блон, блон и крем. Экстра-пур дает холодное тесто. А здесь просто. Осветление натуральных волос до 5 ступеней. Клэстерин перфект. Мг. Спешаблон. Правильно. Осветление натуральных волос до 7 ступеней плюс тонирование. Магма. Магма. Магма до 6. Клэстерин. 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 Осветление натуральных волос до 2 ступеней. Эффект выгребших на солнце волос. Сан-лайт. Колор-тouch. Меш. У нас с вами осталось самое наболевшее. Это, соответственно, технология применения. Пропорции смешивания. Примерные вишки, на какие образы как выносить. И последующие обработки и сервисы. Я сейчас предлагаю сделать перерыв на обед. Ну, относительно времени мы можем решить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Восемь – это коричневый. Это оттенок сложный, соответственно, он состоит красный, желтый, синий. Там есть пигменты красного, желтого, синий. Восемь – жемчужный, синий. И девять – это сан-дре, синий плюс фиолетовый. На цветовом круге вы можете видеть, где они расположены. Он больше, он более фиолетовый, он прям фиолетовый, да? То есть у вас кондиризатор больше сан-дре? Он прям фиолетовый? Фиолетовый – это фиолетовый, а сан-дре – это синий фиолетовый. Вы можете обратить внимание просто, где на цветовом круге находится. А у нас фиолетовый с какого? Фиолетовый, синий – это самые темные оттенки, поэтому они есть как в светлом, так и в темном исполнении, естественно. А вот меди – вы уже не увидите темнее пятерки. Дройки – тоже не увидите темнее пятерки. Четверки светлее, хотя там но и медная есть, да, четверка есть. Есть, например, четыре. Записали? Да. Колор-фреш. Оттенков не так много, но они, в принципе, достаточны. Если вам чего-то не хватает, вы можете смешать, без проблем. А он можно смешать друг с другом. Да. Вообще все красители в своей группе вы можете смешивать друг с другом. В своей группе. В своей группе. Друг с другом. Колор-фреш, пожалуйста, в колор-фреш. Без проблем. А колор-тач с колор-фрешком? Колор-тач с колор-фрешком. Нельзя колор-фрешком. Нельзя колор-фрешком. А у вас какие темпы реализуются зелень-пиолога? Если здесь, например, не стоит. Ну, там где есть, соответственно, красный. Попробуем? Конечно. Ну, закон колористик. Ну, я помню. Я думаю, что мне только упалом. Нет, я не пусть везерарный. А, нет. Чем-ли-то, ну, пятерки, конечно. Все равно отлично. Вот, прошли. Здесь показана растяжка. Верхность ручка. Это такой краситель в чистом виде. Нижний, это такой выглядит в пастельном исполнении. Разведен. Та карта, которая у нас представлена, она в таком классическом исполнении. Первая страница. Это базовый колор-тач, соответственно. Все оттенки подмены на губы. Группа чистый натуральный, насыщенный натуральный, яркий красный, обозначается, да? И глубокий, коричневый. Внизу, это микс-тонах. В колор-таче микс-тонах есть. Дальше, здесь колор-тач плюс. Колор-тач с онлайн и колор-тач релайс. У всех своих корректоров? У всех своих корректоров? Нет. Корректор есть только в базовом. Вот. Ничрализовать. Ничрализовать. Я вот за всю свою жизнь, ну, может, пару раз корректируйся. Мы можем один из вам. Ну, может, просто, если мне не хватает, как референдоваться человеку. Ну, это возможно. Как вариант. Так, крутым. Так, это колор-тач плюс. Здесь оттенков не так много, но они работают с глубиной тона 8 и 3. Ну, то есть, покрытие седины оптимальное. Это с глубиной тона 8 и ниже, соответственно. Поэтому 3,66 самый темный. 8803 и 07 это самый светлый, на котором работает колор-тач. Так что, понятно? Колор-тач сан-лайн. Это тот краситель, с помощью которого мы можем сделать натуральные волосы. Да, создать теперь выдающий волос. На 1, 2, 8, 2. Соответственно, здесь тоже не будет глубины у красителей. Здесь будет только световое направление. Ну, например, вот, 0,4 натурально-медляя. Если вы на натуральную ванну, ну, например, глубины тона 8, нанесете 0,4 сан-лайн, то вы получите вот такой результат. То есть, здесь показаны результаты, которые получаются после нанесения одного или иного цветового направления. Ну, соответственно, 36-й, 7-й, 8-й, 18-й и так далее. Их всего 6 сан-лайн. Холодные, да, лень, да, жемчужные, золотистые, фиолетовые, так далее. То есть, это результат, это исполнение. Сон осветления. Ну, не совсем... Результат. Да, результат. Я один раз попробую. Короче, красиво. Так, HALARCH 4 LIGHT, Султану включил 00, вот так он выглядит 00, видите, он просто бесцветный. Но это на белых полосах. Погазано. У LIGHT есть светлые оттенки и красные оттенки. Это результаты, которые вы видите, ими были окрашены белые волосы. Белые волосы. Вот такие. Соответственно, если у вас 74-е направление, вы нанесете его, допустим, на глубину дона 7-74, да, то вы темнее они не станут, они получат только направление 74. При работе с релайтсом волосы, тон, глубину не получают, они не темнее, не становятся, они получают только цветовое направление и блеск. Если у вас было 8-43, да, цвет, допустим, смылся и стал 8-3, да, на корню вы берете холестон 8-43, а на длину вы наносите релайтс-43, и у вас будет чистое, чистое 43-е направление на длине, без затемнения будет. Понятно? То же самое с блондом. Промилировали волосы, допустим, да, или сделали там балаяш, да, или светлые. Хотите придать оттенок, наносите на корней до конца, ну, что там, получились какие-то, я не знаю, что, желтые, да? Чем скорректируют? Пожалуйста, 0-6-й, фиолетовый взяли, хотите в чистом милке, хотите с 0-8-6 смешать, нанесли от корней до конца, натуральные волосы остались какие-то, и были у них свои, и, соответственно, те, которые были промилированы, получат оттенок. Понятно? Да. Это релайтс. Релайтс, да, возвращение. Так, 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 хорошо. Дальше у нас... Ну, я так поняла, что здесь уже разобрались, что к сему, да? Здесь тоже нет глубины бетона, есть только цветовое направление, да, что это цветной фильтр. Такой, это будет не, или так скажем, припудренный силикан эффект. Приглушенный такой вот, неяркий. Криэль дает яркий, как краска. Инстоматит это припудренный, как тени. Такой, как будто и пудренный, такой немножко приглушенный. Вот, ну, как, допустим, вот этот цвет розовый, да, вот такой лавандовый, вот такие оттенки, они соответствуют. После семинара не выдаёте? Кого? Палитры не выдаёте. Палитры? Ну, вообще, кто работает, кто у вас дальше будет, я не знаю. Если нет, то вы просто даёте вам задание. Просто у вас сколько есть, но в салоне от Магмана такая вот такая вот такая вот такая вот, нет? Ну, нужно торговому написать, чтобы он вам её... Есть, у нас есть. Калисто, калатач, магма. Это не знаю. Инстоматит это не. Наверное, это нет. Инстоматит нет. Здесь самая большая палитра цветов, больше 120 оттенков. Между собой вы можете смешивать, пожалуйста, отдельно, миксона. Все нюансы выделены по группам. Чистый натуральный, насыщенный натуральный, яркий красный, зубовский коричный. Отдельная строчка, ряд, спешл блок. Верхней строкой выделены. Это 12-й ряд. А 10-й ряд тоже самое, да? 12-й ряд, спешл блок. А 10-й ряд это... 10-й год. Он тоже спешил. 10-й к 3 ступени. А 10 можно смешать все? 12-й только с 12-й. Ага. А 10 можно? 10-й, 9-й, 8-й. Можно, всё. Можно, всё. Нет, он, 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 он. Ну, там просто оттенки нет. Да, иди. Действие тоже 5 уровня N. Три. Три. Только три. 12-й ряд, пять. Все остальные три. колистан. Калистон перфект иноценс. Палитра только начинается, но в принципе для работы здесь есть то, что необходимо, может рыжий чуть-чуть не хватает. Коллекция холодных оттенков, пожалуйста, но рыжих вот маловато для меня, да, коричневые, есть микстон красный фиолетовый, есть микстон медный и есть флир чистый тон, с помощью которого вы можете разбавлять оттенки, получая их более светлыми. Возле некоторых цветовых нюансов стоят цветные стикеры. Это значит, что эти цветовые нюансы были созданы, то есть им в готовом виде нет, они были получены путем смешивания, например, оттенок 10-1, получили путем смешивания оттенка 9-1 и клир, пропорции 1 к 1. Там вы можете создавать дубы, если вам чего-то нужно. Добавляй, пожалуйста, микстон. Понятно? Инносенс только с инносенс. Это так инносенс работает, да. А можно добавить на парфет? Нет. Нет, инносенс с инносенс, все внутри. Каждый краситель уникален своими свойствами, своими качествами. Если вы берете один продукт, смешиваете с другим продуктом, то вы теряете свойства и этого продукта, и другого. Понятно, что что-то у вас осветлится и будет какой-то цвет. Что там будет? Но что? У Люмины своя технология. У Инносенс это премиальный продукт, но у другая молекула своя технология. У Перфекта своя. Color Touch это вообще полуперманентная краситель. Каждый друг в друге. Ну, паритры большие, но даже если вам чего-то не хватает, но я думаю, всегда можно найти, даже если у вас там мало запасов, друг с другом что-то с чем-то смешать. Если вы не хотите каких-то рекламаций неожиданных моментов, не нужно нарушать технологии. Не смешивайте продукты из разных групп. Ну, смотрите, это же большая полиция получается, все красивые. Можно ли выбрать, вот, из серебрячок, например, вы выбрать? Можно ли выбрать что? Ну, среднего. Четыре полиции получается. Несколько иначе. Здесь три группы оттенков, теплые. Нейтральные. Нейтральные. И холодные. Ну, соответственно, дальше по своим оттенкам, понятно, что здесь все очень такие, все естественные направления, да, какие-то цветы, так нет. Ну, и смотрите. Есть 7,43 и есть 5,43. Соответственно, если вам нужно 6,43 вы смешиваете. Есть 7-7 и есть 5-7. Если вам нужно 6-7, вы смешиваете. Это вот ответ на вопрос. Здесь уже лаконично создана палитра таким образом, что здесь оттенки через один. 8 на 5, 10 на 5. Нужно 9 на 5 смешивать. Ну нейтральные они все в наличии. Холодные оттенки, то же самое. Ну десятки ничем не заберешь. Десятки же они без на 9-6. Да, на 9-6, да. Ну фиолетовый натуральный. Ну если его на белый волос вот такие нанести, он будет поподробно. Ну логично, если 6 в приоритете, да? И белые волосы. Белый волос это как белый лист бумаги. Даже если вы возьмете совсем размытый цвет, он все равно будет, да, лавандовым. Поэтому смоется, конечно, от белого волос достаточно быстро, но не все готовы ходить, да, с лавандовым цветом в какой-то линии. Он всем очень нравится в 9-6, 10-й. Магма. У Магмы тоже есть своя палитра, если говорить о цветах. Да, это такая национальная карта. Ну, различные называют им общими. Для чего, опять же, это в году? Для создания каких эффектов? Что это может быть? Даже вот смотрите, да, видишь, он не ожерелье, да? Какая? Это ассоциативная картина. У нас много проходит готовых. Вот здесь Color Discovery, он идет в режиме, ну, лекции, что ли, практически. Сейчас нет семинаров в виде лекции. Все семинары в виде интерактива. То есть вы либо ходите по кругу, работаете в командах, никто не сидит, не пишет. То есть все ассоциативно. И здесь тоже самое все эти картинки, ожерелье на плечках. То есть это аксессуар. Магма – это украшение. Украшение волос, аксессуар можно примерить, да? И быть какой-то более дерзкий или, наоборот, более нежный. Контрастный, да, белый и красный иногда. Так что если вы будете смотреть, да, переход от темного к светлому, пожалуйста, растяжки. Это все ассоциации развивает в своем обрежении. Так, ну что, светлые оттенки. Пожалуйста, здесь показаны растяжки в зависимости от того, каким окислителем вы работаете. Если вы берете 1,9 – 1,2 тона. Если вы берете 12 – 5,6 тона. Бежевые оттенки какие-то. Красные, пожалуйста, фиолетовые оттенки. Коричневые оттенки. Какие-то модные оттенки. Как обычные оттенки. Ну, да. Да, он бледнеет, да. Да, просто остается светлый тон. Да, можно создать перстиковый цвет, можно сделать розовый, можно сделать. То есть здесь, пожалуйста, смешивать между собой, добавлять чего-то куда-то, пока не получать какие-то цветные акценты. Вот видите, даже в другом виде. Очень красиво. Понятно? Понятно. Так, идем дальше. Для выполнения закрашивания необходимо сделать тест на аллергическую реакцию. Как выполнить тест? Нужно взять именно тот краситель, который будем применять. Смешать с откислителем. Нанести на локтевой сгиб. Ну, грамм сколько-то. 2-3, сколько сможете. И оставить на 45 минут. Просто снимать воды и посмотреть на яркую кожу. Если есть какие-то покраснения, вздутия, изменения кожного покрова, то, соответственно, это аллергическая реакция и обращение выполнять нельзя. Если все хорошо и спокойно, пожалуйста. В течение 48 часов клиент должен наблюдать за состоянием кожи. Потому что реакция может быть заторможенной, замедленной. Она может проявиться через поиск. В течение. Так, Саша. У нас это не особо популярно, да? Наверное. Клиенты приходят в основном уже с окрашенными волосами. Да. Хотя, если говорить больше, чаще всего встречается аллергия на персульфаты. Но в России встречается реже. Аллергия на персульфаты, ну, это в основном контакты. То есть, если наносить непосредственно на кожу, то, возможно, аллергия. Если это через фольгу, то ее убивают. Вот. Ну, спрашивать, если у вас клиент первый раз, и предлагать тест. Обязательно. Обязательно. Ну, зачем вам? Лишнее. Сложнее. Здесь клиент респект. Все добрый раз. Я не первый раз, но прошу. Без проблем. Без солнцеглаза. Тогда вы делаете, предлагаете идти накрашивание там через двое. И так, применение Color Fresh. Можно наносить как на влажные волосы, так и на волосы сухие. Если мы хотим получить более интенсивный оттенок на сухие волосы, более мягкий на влажные. Влажные волосы, это волосы, вымытые шампунем, подсушенные полотенцем. Не мокрые. Да. То есть, нужно влажные полотенцем, чтобы они были такие на уши влажные. Продукт наносится прямо из лосика, соответственно, как из аппликатора. Распределяется по длиннее на конце. Время выдержки может составлять от 5 до 20 минут. Дольше держите сильнее, меньше держите мягче. По истечению времени выдержки продукт смывается просто теплой водой. Можно шампунем, если это был какой-то цветной и где-то остались. Можно мыть шампунем, можно не мыть. Можете нанести бальзам, можете не нанесить. То есть, никаких четких инструкций по этому поводу нет. Клиенту очень удобно дома поддерживать цвет. То есть, не нужно никаких дополнительных применений. Аппликатор перчатки наверх подержался мылом. Все. Рыжий, красный, коричневый оттенок по длине прекрасно поддерживает. Каланфрэш клеем. Продукт ни с чем не смешивается. Он тоже готов к применению. За исключением, если вы их хотите смешать между собой, да? Допустим. Наносить можно как на сухие волосы, так и на влажные. На сухие сильные клеем, на влажные мягче. Если вы работаете с блондом, ну, на светлые волосы, то, соответственно, лучше на влажные волосы, нежели на сухие. Пропорции смешивания с прозрачным оттенком от 1 к 1 до 1 к 30. В зависимости от желаемой степени интенсивности цвета. Наносится кисточкой с рисочкой. Пожалуйста, время выдержки до 20 минут. Можете больше. Будет интенсивнее, ничего страшного. Мягкий результат, 5 действий. Аналогично, как и работает базовый каланфрэш. Единственный нюанс. Если это очень яркий оттенок в чистом виде, то кожа может окраситься. Поэтому избегайте попадания яркой краски. Допустим, маженто или гиберкоралл на кожу. Наносите, отступая до 0,5, допустим. Или окрашивайте так аккуратно, чтобы не выстрелило неврежно. После окрашивания можно помыть шампу. Никакого стабилизатора или чего-то не требуется. Бальзам, пожалуйста. Блеск шикарный, так же, как и у калантыша. Калантач. Вот здесь уже уровень второй. Это мягкое описнительное калитирование. Соответственно, мы, естественно, смешиваем шампу с описнителем. У нас есть три вида калантач-эмульсии. Это мягкая эмульсия 1,9. Базовый калантач работает непосредственно с калантач-эмульсией 1,9. Пропорция 1,2. Калантач Sunlight. Работает с калантач-эмульсией интенсивной 4%, в пропорции 1,2. 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 4% он будет менять. 4% поинтенсивной, а 9% помягче. 1,2. Калантач-эмульсией интенсивной 4%, в пропорции 1,2. Калантач-эмульсией интенсивной 4%, в пропорции 1,2. Калантач-эмульсией интенсивной 4%, в пропорции 1,2. 5% мышечка в пропорция 1,2. Нанесение, конечно же, на руки и волосы, работает только по поверхности. 5% мышечка в форме 1,2. 5% мышечка в перепорции 1,2. 5%. 5% мышечка в спорции 1,2. Время выдержки светлых оттенков составляет 15 минут с теплом, без тепла 20-40 минут. Красный оттенок держится дольше, с теплом 30-45 минут, без тепла 40-60 минут. Время выдержки светлых оттенков составляет 15 минут. Затем отжать волосы салфеткой или полотенцем. Если вы работали красителями Cloud Touch, перманентными красителями, то вы используете стабилизатор из линейки волокей, из линии сервиса. Выглядит вот таким вот образом на 3-5 минут. На волосы подсушенное полотенце 0-1. Если вы работали при лайт или линейкой Cloud Touch, то вы наносите стабилизатор Синокер. Если вы работали магмой, то, соответственно, вы наносите стабилизатор магмой. Так, давайте сделаем перерывчик и затем у нас осталась еще небольшая часть. Что тут на фото? Видим, кажется. Интересная история. Продолжение следует... 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 Минь, да? Сын там, что? Как это называется? Вы же открываете его где-то в ресторане, меню? И где написано? Картошка связана. 223, да? А где-то нарисована картинка и написано, что картошка, подняли на сливочном масле, там, после обеда не очень все это, нужно будет сливать. Там, с белыми грибами, под сливочным соусом, да? Не заключается. Ну, не знаю, уж я не повод, кому как. Поэтому по-разному можно предложить свои услуги и представить свои услуги. Интенсивное тонирование без аммиака. Что можно сделать? Пожалуйста, шоколадный амбре, марки, грудин, загадочный цвет, виспатимирование. Ультра-современные, мягкие, приглушенные оттенки с эффектом патины. Легкий и быстрый сервис без серьезных обязательств. Это вот понятно? Клиенту это будет понятно? Аминовые, так называемые связи. Волосы, это кератин-клютейн, да? Цепочка аминокистоты, дискутированные связи, поперечные. Если поперечные связи разорвались, то цепочка распалась, растворилась. Что мы, в принципе, можем наблюдать при увеличении обломанной полосы, посеченной полосы. Если посмотреть на линию рогового или среза, мы видим, что это вот такие вот разорванные во все стороны торчащие на одном паутинке, висящие и так далее. Так вот, дисульфидные связи, поперечные, то, что держит, отвечаю за прочность, полосом, это и делает номер один. То есть, он эти связи сохраняет и восстанавливает. Номер два. Мы используем как дополнительное после того, как смыли красящую смесь, и он доделывает то, что начал делать номер один. Дорабатывает. Восстанавливает баланс, улучшает структуру вагон, после химического воздействия. И, конечно же, есть продукт для домашнего ухода, это номер три, который вы рекомендуете своим клиентам для поддержания эффекта после плейса. Как и любой продукт, плейс тоже может вырываться из новой зоны. То есть, вы его туда привезли, он построит связи, да? Но связь держится за счет тех элементов, которые входят в состав продукта. И постепенно, если не восполнять эти ингредиенты, они вырываются. Поэтому рекомендуется для поддержания раз в неделю использовать стабилизатор. А сейчас тут будет технология. Сначала, естественно, мы используем номер два, а потом уже к ее шампуням и стабилизаторам. Где мы можем использовать Велоплэнс? Первое, где самое необходимое, это обесцвечивание волос, милирование, либо в фольге, в свободной технике. То есть, там идет самая серьезная нагрузка на структуру волоса. Затем, окрашивание, пожалуйста, стойкое окрашивание, перманентное, если в этом есть необходимость. Тонирование, клотач, пожалуйста. Мы можем использовать ФЛЕКС при работе трансформации текстуры. Завитка. Кудрик. И там же мы можем использовать Терменоплэнс как самостоятельную процедуру ухода по восстановлению мислиферинской связи. То есть, отдельно. Это номер один. И потом номер... Один и два, они поочереды используются. Поочереды. Один и потом... Потом два. И потом шампу, бальзам. Да, да. Стабилизатор. Стабилизатор. Бальзам не используют в случае окрашивания вообще. Стабилизатор. Стабилизатор. А после окрашивания стабилизатор? Это после блондора. Да. А это после окрашивания. Шампу. 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 Стабилизатор. Это вот это. Каждое окрашивание. Каждое окрашивание. Ну, соответственно, обесцвечивание окрашивания шаги. Наливаем красившую смесь номер один, наносим на сухие волосы, даем время выдержки, смываем водой без использования шампуня. Продолжение следует...